Ну вот, очередной выпуск. Сегодня мы посещаем пещеру Прометея. В прошлый раз в наше посещение Грузии я здесь не была. И вот сегодня суббота. Решили мы с Андреем выехать куда-то. И решили поехать в пещеру Прометея, в Кутаиси. 2.30 дорога от Кабулете до пещеры. Приличная достаточно дорога. Доехали мы быстро. Планировали приехать к открытию. В 10 утра открывается пещера. Ну, в принципе, приехали почти к открытию. Народов мало. Ой, как здесь пахнет, слушайте. Горы эвкалиптом пахнет, да, зай? Ой, потрясающе. Так, что у нас тут есть? Барселона. 300. Ну что, куда, Андрюх, мы с тобой? Барселона, наверное, нет. Гиза нет. Израиль. Баку, Стамбул, Ереван. Ну, 300 километров до Еревана. Съездим? Съездим. Андрюха усиленно машет головой. О, посмотрите, какая живописная кучка камней. Вот, сейчас мы узнаем, сколько стоят билеты. Вроде как 23 лари. И принимают ли они здесь карты. Потому что мы, пока ехали, купили немного меда. И Саня потратила денежки в надежде на то, что здесь принимают карты. А, да, виза мастер-карта заявлены. Отлично. Ну, вот, смотрите, расписание. Так, что у нас? Каждые 15 минут. И стоимость у нас 23 лари билет. Джорджан Ситизен Тролевали. Папелс Боудс Сервис. Боудс Сервис Чилдрен. Все, дети, до шести бесплатно. Я могу притвориться, что тебе шесть? Да, ты можешь притвориться, что тебе шесть. И давай, на весе. Да ты уже слишком большой. Ты уже не можешь притвориться, что тебе шесть или еще как-то. Я шести лет не особо занимаюсь. Да, конечно. Взяла я путешествие по пещере без лодки. Для ребенка стоимость посещения пещеры 5 лари. А лодка для всех одинаковая. 17 лари, 25 тетри. Вот, смотрите, у жгули здесь. Потрясающие виды, конечно. Красота неимоверная. Грузия, конечно, потрясающая страна. Потеряли мы свою санью. Значит, проходит по расписанию экскурсии. Мы как раз удачненько подъехали в 11.45. Экскурсия на русском языке. Ой, какой здесь аромат стоит. Возьми билетик, пожалуйста. Прошли мы пещеру. Прошли мы пещеру. Здравствуйте. 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 здесь вероятно я потом спонсирую посмотрим на душе снять такой шкур и так экскурсия у нас будет не информационная а просто смотрительная нет объяснять нечего особых легенд по отношению к пещере нет гиду рассказывать нечего поэтому она сказала что можно не держаться ее а спокойненько вальяжненько гулять отдельно от толпы смотрите как здорово совершенно не похоже на пещеру в абхазии в новом иерусалиме правильно я называла вообще пещеру в абхазии протяженность пещеры 1 километр 400 метров влажность воздуха 96 97 процентов средняя температура 14 13-15 градусов до андрюха вот уже бежит глубоко вперед не знаю надеюсь вам будет видно потому что достаточно слабое освещение такие поддерживающие камешки нет трогать сталактит руками нельзя значит сверху у нас висают сталактиты снизу у нас растут сталагниты соединяются они получаются сталагнаты по крайней мере это вся информация которую нам в предварительной беседе выдал экскурсовод очень я надеюсь что вам будет видно конечно повлиять на освещение пещеры я к сожалению не могу растут сталактиты один сантиметр сто лет самый большой сталактит что-то там она сказала как запредельная он смотрите красота какая антуражик тут добавили красную подсветочку включили ой очень достаточно влажно сразу предупреждали что ступенечки могут быть скользкими что удивительно вот так вот незаметно мы пришли уже ко второй пещере колхеда холл ой мама падает да симпатично смотрите какие красивые сталактиты сверху свисают всего по моему 7 залов что-то как-то невнятно сказала она на ознакомительной беседе вот это уже второй проскочили мы первый я даже не поняла где этот первый зал смотрите какая прелесть так интересно они нарастают интересными такими изгибами закручиваются прям потрясающе конечно красота потрясающий зал не холодно надо сказать я иду в шортах в легкой футболке совершенно ни к чему тут брать дополнительные какие-то кофты очень комфортно такие интересные изломы туда правда наверное не заглянуть внутрь андрушечка аккуратно вот тебя сейчас оштрафуют понятно иди давай господи отломался да андрюхе попался отломался сталактит кусочек трогать нельзя сколько тебе покажи один сантиметр сто лет вот считай ты 150 лет на 150 лет обеднил эту пещеру не надо лазить нельзя слезать хорошо он валялся на пути вот еще прям валяется так наверху нету сталактита нет я вот тут нашел они валялись хорошо нет это там там были так держись пожалуйста скользкие могут быть ступеньки так и интересная прям как будто волна из этих сталактитов красотин как будто корни растений да это же надо кому-то было сюда ведь вот это уровень да это кто-то вот сюда полз я так понимаю это же выкопали тысяча четыреста метров ползти не трогай пожалуйста за и грязь к руками не надо вытаскивать хорошо у тебя камешек такой есть из абхазии новоафонской нет он где-то лежит у нас в пещер не знаю может быть это он и есть сталагнат думаешь от него отвалился кусок до 1 вообще как-то прошла незамеченной 3 конечно смотрите потрясает своим объемом и размерами каждая пещерка имеет свое название но если честно эти названия не знаю какие-то кактусы поменьше видимо это самый большой как класс как раз сталагнат хотя нет стагнат должен соединиться с верхушечкой а он не соединен сталагнит сверху сталактиты снизу сталагниты смотрите как красиво какие-то у тебя каникулы у тебя нет каникулы выходные целые два дня англоязычная пара с маленьким ребенком сейчас с нами здесь гуляет ребенок так прям действительно как радуется удивляется так откровенно такой маленький все понимает ерундистика красота какая красота какая красота math красота разве дай красота тряс провал там смотрите куда-то дырочка Андрей рассматривает свои находки мне кажется вот это вот потому что да это а ну да это кусочки которые падают действительно так тут их полно полный кулек сокровищ у Андрея пещера конечно очень большая кстати после этой грязи хорошо щелкается я счастлива трогать нельзя так пришли мы в пещеру любви а потому что здесь сделали цветную подсветочку красивых да и назвали пещеры любви может быть какой-то сталагнит в виде сердечка ну или на крайний случай сталагниты в виде фалосов аналогии с Валей пещеры любви наверное потому что вот этот сталактит если вам его видно тянется к этому сталагниту как парочка который тянется друг другу и поэтому пещеру назвали пещеры любви мило так смотрите какие здоровые посмотрите как интересно ты видел похоже на большую медузу посмотрите какая вокруг красота неимоверная а теперь смотрите какой высоты потолок вы посмотрите вау вот это да лес сталагнитов посмотрите как красиво интересно как они растут вверх на них водичка капает вода капает такой лес как кораллы и как как ну как как это чуть было не свалилась тут с этой лестнице крутишь головой во все стороны красота неимоверная надо не забывать задирать голову вверх и смотреть на потолок посмотрите какая огромнейшая пещера вау просто вау это что-то сюда влезет целый и железнодорожный состав пришла почему-то на ум песенка это лето кастанет на лозунном побережье вот к чему бы мне эта песенка вспомнилась в пещере прометея посмотрите какой интересный потолок посмотрите какая красота все-таки конечно природа удивительно но вот этот потолок это нечто опять мы попали в толку сейчас мы пойдем мы пропустим толку огромнейшая огромнейшая пещера мы когда были на новом афоне в абхазии там в одной из пещер периодически проводятся концерты оперные какие-то постановки очень редко но вот такое я не знаю сейчас бывает но раньше такое было и конечно акустика она потрясающе там даже здесь чувствуется что акустика будет великолеп у меня нет мы свободно посмотрите невозможно конечно отсюда уйти это невероятное что то маленькие маленькие-маленькие пупырышки осталась одна все ушли нет конечно замыкает шествие еще один экскурсовод чтобы тут не дай бог мы не заблудились в этой пещере вот поэтому мы тут с ней вдвоем гуляем все убежали на лодках а мы на лодках не плывем смотрите как интересно другого цвета уже пошли стены такие темные вот это действительно что-то неподвиженность Ага, вот в последнюю часть пещеры, где протекает речка, туда вход по дополнительным билетам. Вот такая вот пещерка. Ну вот, наша подруга отправилась в путешествие на кораблике, на лодочке. А мы идем пешочком. Интересно, все-таки будет у нас доступ к той речке, которая протекает по пещере. Кахетин Нашинл Парк, Мартвильский каньон. Вот я еще хотела в Мартвильский каньон. Явакатский каньон. И впереди у нас... Выход. Выход. Свет в конце туннеля называется. Я выхожу, я выхожу. Ну, собственно, смотрите, не прошло из 10 минут, как появилась лодка. 17 лари, 25 тетри стоит прокатиться на лодке. 10 минут занимает это мероприятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА